МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокий потенциал в госполкоме прошла встреча с перспективной молодежью из кадрового резерва. Это люди мотивированные, которые понимают свою степень ответственности за будущее страны. Кем может гордиться город? На подхвате несовершеннолетний бобруйчанин стал пособником мошенников. Предложение о криминальной подработке в интернете. Что грозит юному внезаконнику? Всю кровь выпили. Юг Беларуси атаковали мошки. Природный естественный цикл. Когда ждать пощады? А также активная подготовка, рост коммуналки и вопрос безопасности. Минздрав дал рекомендации в связи с жаркой погодой. Как спастись от палящего солнца? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврсев. В центре внимания президента завод «Лехмаш Ворши». Белорусский лидер не только оценил цеха, но и пообщался с коллективом. Главе государства доложили о состоянии и перспективах развития предприятия, которое производит различные промышленные, в том числе специальные изделия. Александр Лукашенко подрепывал наряду с продукцией военно-промышленного комплекса сохранить и наращивать на «Лехмаши» выпуск товаров мирового назначения. Вам не безразлично, будет у нас серьезная оборона в стране или нет. Для меня тем более. То, что вы здесь делаете, вот это для вас самое главное и для ваших детей, это вам будет, нам в государстве и за рубежом нужно всегда. Очень надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи и докладов министров мы увеличим это производство. Вашему предприятию поставлена жесточайшая задача. Вы производили и неплохо работали для гражданских нужд продукцию. То, что вы умели делать и шло на экспорт, загубить не позволено. Поэтому поставлена задача, вы должны выдать то, что я требую от правительства, а они пришли к вам, чтобы восстановить производственное помещение и произвести очень нужный для мира, всего мира товар. Отметим, с 2018 по 2023 год объем производства на заводе «Лехмаш» вырос почти в 8 раз. Заработная плата увеличилась практически в 4 раза. Рентабельность продаж продукции предприятия выросла на 12%. Нашел себе подработку. Бобруйские правоохранители задержали несовершеннолетнего пособника мошенников. Пенсионерки сообщили, им позвонил неизвестный якобы представитель милиции. Мужчина уверил дам, их родственники попали в ДТП. Из-за непривлечения к ответственности потребовал крупную сумму. Прибывшему курьеру жертвы передали порядка 12 тысяч рублей. Оперативники установили личность и задержали пособника мошенников. Им оказался 15-летний местный житель, который откликнулся на предложение о криминальной подработке в интернете. Теперь родителям фигуранта грозит штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Сам же юноша в течение года будет состоять на профилактическом учете. Дополнительные поезда, погружение в кинематограф и особый контроль. В Беларуси продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. На что обращают пристальное внимание. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С 1 июня увеличится плата за коммунальные услуги. Ранее она уже повышалась в начале января. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства заявили, тарифы в этом году вырастут не более чем на половину базовой величины. В общем, подорожание выйдет в районе 20 рублей. В Беларуси продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. Профсоюзы проверяют безопасность пребывания детей в лагерях, а также условия труда работников. Особое внимание уделено игровым и спортивным площадкам, наличию инвентаря. На повышенном контроле состояние помещений, комнат отдыха, санузлов, душевых кабин и пищеблока. В этом году каникулы с пользой проведут около 400 тысяч ребят. Минздрав дал рекомендации в связи с жаркой погодой. По словам специалистов, нужно ограничить пребывание на улице под прямыми солнечными лучами, постараться быть в тени и не выходить на улицу в самое горячее время суток. Также необходимо носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей, надевать головной убор и солнцезащитные очки. Купаться можно только в водоемах, разрешенных для организованного отдыха. БЖД назначило дополнительные поезда на время проведения Славянского базара. С 8 по 16 июля составы будут курсировать в сообщении Витебск, Москва и Минск-Витебск. Интерьер вагонов оформят с использованием символики фестиваля, а в путь исследования пассажиры смогут ознакомиться с историей и программой проведения мероприятий. День открытых дверей пройдет на студии «Беларусьфильм» 1 июня. Время посещения с 10 до 2. Участники смогут заглянуть в музей и съемочные павильоны с тематическими фотозонами, а также увидеть мультфильмы и фильм-киношники Кирилла Халецкого. Молодые, талантливые и перспективные. Кадровый резерв – настоящая сокровищница. Учителя, инженеры, госслужащие. В Бобруйске нет сфер, где бы не трудились самые лучшие. О будущем города и страны Юлия Вернер. На встрече 20 представителей самых разных отраслей – педагоги, работники производства, госслужащие. В открытом диалоге на поверхности темы национальной кадровой политики, правильных ориентиров будущего Беларуси. Особое внимание в НС, которое прошло 24-25 апреля. Сегодня белорусское государство и белорусский народ развивается исключительно по собственному пониманию развития. То, что мы с вами делаем, идет эволюционно, целенаправленно и, самое главное, в интересах белорусского государства. Только белорусы должны решать судьбу своей родной страны, своей родной земли и своего развития. Это основа, это постулат. Активные, инициативные, целеустремленные – пожалуй, главное качество любого сотрудника. В остальном помогут коллеги, руководства, близкие. Это люди мотивированные, которые понимают свою степень ответственности за будущее страны. И мы уверены в том, что придя в свои коллективы, в том числе и после таких мероприятий, еще больше они начнут работать на благо нашего города. После беседы – насыщенная культурная программа. Первая остановка – Бобруйский художественный музей. Будущие управленцы насладились экспозициями, пообщались о сохранении творческого наследия. Особое впечатление на молодых людей произвели работы, которые рассказывают о нацистском лагере Азаричи. Затронули важные аспекты того, каким должен быть сотрудник, работающий в государственных учреждениях. Поговорили об идеологии государства. Следующий пункт – самое сладкое предприятие страны. На «Красном пищевике» молодежь узнала не только секреты приготовления, но и смогла продегустировать продукцию. Зефир, шоколадное драже и рис – разочарованным, а самое главное – голодным никто не остался. Эта встреча для нас очень важна. Мы все получили ответы на наши вопросы. Продукцию «Красного пищевика» я могла раньше видеть только на прилавках магазина, так как сама Аспринская область. А сейчас мне удалось увидеть это все воочию. Очень горжусь, что в нашем Бобруйске такое производство. Горящие глаза, целеустремленность, любовь к тому, что делаешь, и к родине – именно такая она, современная молодежь. Глядя на ответственных и серьезных людей, можно не сомневаться – будущее города и страны в надежных руках. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. В Бобруйске пройдет 17-й «Венок дружбы». Фестиваль аутентичного фольклора белорусского Приднепровья направлен на развитие и укрепление международных культурных связей, популяризацию народного творчества и традиций. В этом году пройдет под девизом «Фестиваль дружбы за мир и согласие без границ». За годы его проведения участие приняло огромное количество артистов, а программа каждый раз славится своей насыщенностью. 27 июня по 1 июля в нашем городе пройдет 17-й международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Планируется проведение гала-концерта, который состоится 28 июня. Также концерт детских коллективов, творческих коллективов нашего города. И праздничный концерт, посвященный празднику Дня города, который состоится 29 июня. 30 июня пройдет закрытие фестиваля. В настоящее время 12 стран подали свои заявки. Сейчас рассматривается их приглашение к участию. В общей сложности фестиваль международного творчества могут посетить 500 представителей из Кыргызстана, Венесуэлы, Кубы, Сенегала, Ганы и других государств. Запасайтесь репеллентами. Мошки настигли белорусов нежданно-негаданно. Променады превратились в сущий ад. Назойливые насекомые кусают прямо на ходу. Стаи двухкрылых атаковали всю южную часть страны. Бобруйску досталось меньше, чем гомельчанам. Однако проблема повисла в воздухе. Елизавета Житкова разбиралась в причинах и следствии. Метеоусловия в 2024 году особенно хорошо спродюсировали белорусам нашествие мошек. Продолжительные весенние паводки – резкий скачок температуры от минуса до плюса. Всё это самый благоприятный микроклимат для насекомых. Обычно мошки появляются в мае. Этот год не исключение. То есть это природный, естественный цикл. И мошки, как правило, к началу июня, в первых неделях июня уже исчезнут. По крайней мере, их количество резко сократится. Все фазы развития мошки проводят в воде. Исключение – взрослая окрыленная особь. Именно этот фактор позволяет спрогнозировать сроки развития кровососа, жизнь которого напрямую зависит от температуры воды в реках. Если она достигает 8 градусов и выше, начинается их прогрессия. Специалисты успокаивают. Жить двухкрылым осталось недолго. Пик активности мошек обычно составляет 2-3 недели. Затем их количество резко сокращается. Но это не значит, что кровососы уже пропали. Мы их будем, их последующие генерации мы будем периодически наблюдать вплоть до сентября. Но они обычно уже не столь многочисленные, хотя локальные очаги могут регистрироваться. Длинный рукав, брюки, накидка. Чтобы защититься от укусов, медики рекомендуют надевать одежду, которая максимально закроет тело. Причиной заинтересованности голодного летуна может стать парфюм или цветастая куртка. В период наибольшей активности стоит исключить прогулки вблизи рек, использовать репелленты. С наступлением весны и лета продукция, репелленты от комаров и мошек пользуются очень большим спросом. В нашем магазине представлен большой ассортимент данных товаров с разной степенью защитой. На товаре указаны номера, где указана степень защиты и добавлены разные ингредиенты, где-то сильнее, где-то меньше. Товар заказываем часто, потому что разбирается. Все, товары берут разные. Кто-то от укусов, кто-то после укусов. Каждый покупатель выбирает для себя. Для человека двукрылые безвредны. Они не переносят заболеваний. Однако на укус может проявиться аллергия. Слюна мошки максимально токсична. В жидкости огромная концентрация гемолитического яда, который и вызывает нежелательные реакции. Существуют две формы. Более тяжелые – системные, при которых высыпание или отек идет по всему телу и даже затрудняет дыхание. В таком случае нужно обращаться за медицинской скорой помощью. И второй вид – местный зуд. Потом вместо укуса, конечно, желательно промыть. Можно помазать разными средствами. То есть есть на антигистаминной какой-то основе, то есть типа фенистила геля или хлоропирамин гель. То есть тоже может уменьшить какой-то зуд. Если прям зуд сильный или много-много укуса, можно принять противоаллергическую таблеточку. К счастью для человека, сезон мошек короткий, продолжительность их жизни – от силы месяц. Когда температура воды в реках достигнет 16 градусов, насекомые будут активны всего 15-20 дней. Для профилактики и безопасности стоит прислушиваться к рекомендациям экспертов и не паниковать. Аномалия минует совсем скоро. Елизавета Житкова, Павел Зуев, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова